Весной этого года белорусская продукция на ярмарке пользовалась большим спросом у череповчан. Привлекла она и внимание проверяющих, и не зря. Где, кем и когда был произведен этот сыр, неизвестно. Почему мясо не прикрыто, непонятно. На все вопросы продавец отвечала лишь молчанием. Нам стало интересно, в каких условиях хранятся все эти продукты. Ведь ассортимент большой, а холодильник один. Вот творог, вот это весь у меня, больше нету его. Где он хранится? Больше нет. Хранится он где? Вечером творог куда убираете? Холодильник убираем. А колбасу не войдет? А колбасу эту я не убираю. Сегодня ярмарка снова развернула свои ряды, а продавец была более разговорчива. Возможно, потому что замечание все исправила. Провести работу над ошибками придется и этому торговцу. По мнению общественников, колбаса, которую дают попробовать покупателям, лежит на грязной витрине. А вот это мясо, почему у вас не закрыто мясо? Не закрыто мясо. Люди чихают, кашляют, пыль, и у вас так мясо. Отвечать на вопросы активистов не спешила и продавец из рыбного отдела. На прилавке ревизоры обнаружили икру без опознавательных знаков, а также грязную куртку на разделочной доске. Почему верхняя одежда не на месте, девушка не ответила. Покупателей слишком много. Такой ответ шокировал участников проекта «Народный контроль». Еще больше их возмутило поведение одного из предпринимателей, который не хотел подпускать ревизоров к своему прилавку с рыбными консервами. Мужчина утверждал, что у журналистов и активистов нет полномочий для проверки. По словам общественников, такие нападки со стороны предпринимателя не обоснованы, ведь замечаний к этим консервам не было. Зато были вопросы к этому продавцу. На ее столе стояло несколько бутылок с желтой жидкостью. Что там? Сок облепихи. Сок облепихи. Сок облепихи. Сок облепихи. Сок облепихи. Сок облепихи. А где информация вообще для потребителей? Это мы сами сделали. Вот у вас можно еще попробовать еще одну бутылочку взять, да? Пустые. Нет, это все хорошо, замечательно, но все-таки информация для потребителей должна быть. Сегодня общественники проверили все торговые ряды на ярмарке. Их интересовали сроки хранения продуктов, документы и маркировки. Нам же стало интересно, в каких условиях приходится работать продавцам. Оказалось, для того, чтобы вымыть руки, ножи и разделочные доски, женщины просто в туалете набирают воду в ведро. Оно и служит помывочной для всего. К сожалению, как бы особых условий нет у нас. И салфетки вот влажные лежат, перчатки. Набираем воду в ведерке. Ну, стараемся. Соблюдение санитарных правил, пожалуй, одно из самых главных условий торговли, в который раз напоминают в Роспотребнадзоре. Ведь даже незначительное нарушение может привести покупателей, то есть нас с вами, на больничную койку. Татьяна Жданова, Егор Плюснин, Новости.